Первый ребенок в семье, это у каждого, наверное, человек, родители хотят в нем выразить то, что не получилось у самих родителей, и сделать из него какого-то супермена. Но мы так и попытались это сделать. Он начал читать раньше, чем разговаривать. Да, просто в два года он еще не разговаривал толком на своем своеобразном детском. Но основные буквы он уже знал, показывал их на письме. Написать, конечно, еще не получалось, но буквы знал. И Женя из каждой своей поездки привозил какие-то книжки развивающие. Это же было время без интернета, без психологов и так далее. Поэтому мы учились быть родителями и учились как-то учить его тому, что нам казалось правильным и нужным. Но у него всегда было желание заниматься. То есть ему нравилось эти книжки читать, ему нравилось делать задания, которые в них были. И иногда даже слишком приходилось отбиваться от него. Он очень много читал. Очень много читал. Он был очень начитанный. Но опять я так думаю, это семья. Вот я всегда детям говорю, что за каждым из вас стоит ваша семья. У него хорошая семья. И родители очень занимались его воспитанием. И откликались на просьбы школы и на просьбы учителей. Они понимали, зачем это надо. Ну, он всегда как бы стремился к экологическому образованию. То есть он хорошо считал. И считал как-то по-своему. Потому что это нельзя было объяснить. То есть когда он пошел в школу, учитель математики сначала не понимал, что происходит. Потому что давала задача, а он уже давал финишную оценку. То есть уже был результат. Потом, когда она разобралась в том, что он считает это все в уме. Она как бы посоветовала нам даже пойти на курсы к одному профессору, который занимался с такими талантными детьми. То есть он прошел сколько-то лет вот этого курса. Потом стал выбор заниматься футболом или математикой. Естественно, что на тот момент, что я как спортсмен думали, что линия пойдет по линии спорта. Но мы, само собой, математика закончилась. Но такого какого-то конкретного предпочтения не было. Просто математика ему давалась совсем просто. Ему было сложнее в курсе математики расписывать решения. То есть дать конечный ответ и правильный ответ он мог сразу, как Женя уже сказал. Но требовалось же расписывать это все по действиям. И вот он писал ответ, потом пытался написать действие, и это было сложно. То есть поскольку человек считает чуть по-другому, для него вот эта роспись, которая должна быть, она сложна оказалась. Сидел он на среднем ряду на последней парте. С ним всегда хотели сидеть девочки, потому что он очень хорошо знал математику. А у девочек всегда с математикой было плохо. Он у нас был призером районной олимпиады по математике. И мы ему поручили дорогу программирования. Родители это на первом этапе поддерживали. Мы его даже отправили в кружок, здесь был кружок математический, и он ходил туда заниматься. И тоже очень-очень успешно. В школе на самом деле меня один раз вызывали. В общем, я была на работе, мне позвонили из школы и сказали, что мой сын кого-то избил. А Матвей не дрался никогда. То есть он всегда был слишком больших размеров для своих сверстников. И мы с самого детства ограничивали этот момент, то есть прямо вплоть до запрета, то есть драться нельзя. Ты хочешь пойти? А тут мне звонят и говорят, что Матвей избил ребенка. Я первая реакция, думаю, как там ребенок, покалечил совсем, потому что реально пацан на голову выше всех. Пока ехала с работы, мне позвонила мама второго мальчика. Тот как бы знатный драчун был. И то, что ее вызвали, это ни у кого не вызывало удивление. Она мне звонит и говорит, что я все понимаю, что мой там, да, ну как Матвей? То есть это реально был такой нонсенс, потому что он не отличался какими-то там злобными качествами, да. То есть он не дрался, он не грубил, не хамил. То есть вполне себе корректно вел себя. Вот. Ну по факту оказалось, что, конечно, они не избили, а там, ну видно, может быть так, потолкали мальчишку. Ну, как бы я не склонна к тому, чтобы сразу рубить с плеча, да. То есть если он совершил какой-то поступок, мне нужно понять, почему он это сделал. То есть для этого должна быть причина. Просто так человек, который не дерется, не делает таких вещей. Он никогда не приходил в школу с невыполненными домашними заданиями. Удивительно просто. Вот просто удивительно. Единственный случай, который вот мне запомнился, но опять же это его характеризует как порядочного человека, порядочного ученика. Он передавал шпаргалку от кого-то, но так и не сказал, кому и от кого. Вот это вот было. У меня был пункт по поводу школы, то есть пропускать школу табу. Ну, то есть как меня в свое время, да, в школу заставляли, ну те, что заставляли, то есть не было понятия, что можно не пойти в школу, да. То есть сейчас я могу Степану там последний день перед каникулами сказать, да, оставайся дома. У Матвея такого не было, поэтому иногда он, конечно, глядя на то, какие вольности позволяются младшим братьям, он, конечно, иногда так надувается, типа, вот у меня такого не было. Ну, да, да. Ну, тем не менее, что было, то было, да. Мы тоже учились просто быть родителями. И то, что казалось правильным тогда, может быть, как-то поменялось сейчас. Поэтому, соответственно, у пацанов немножко все по-другому. Знаете, вот его трудолюбие, оно, наверное, и позволило ему достичь вот таких вот больших высот в спорте. Вот вспоминается случай, когда он уже учился в интернате футбольном, но он пришел детям помогать на летнюю практику. И вот здесь вот участок, он точно так же, как и все ребята, выметал, подметал, выгребал листья, вот наравне с ребятами. И для меня это было удивлением, потому что я с ними была. Были вот ребята, был он. Ну, а так единственная четверка была по русскому языку. Единственная четверка. По остальным предметам были всегда пятерки. На самом деле он же попал в академию в начале седьмого класса. То есть это ему было там 12-13 лет. Там же раньше были, я не знаю, как сейчас, дни открытых дверей, да? То есть закрытая территория академии, да, и были дни открытых дверей. И нам показывали коттеджи, мы разговаривали с воспитателями, с преподавателями, с тренерами, которые там с ними работали. Вот, на самом деле, ну, не было каких-то особых нареканий. То есть воспитатели не жаловались, что он там хамит, грубит. Нет, как бы спокойный, нормальный парень. Единственное, ну, там, в пацанячем коллективе проблема с уборкой, там, ну, с этим, бытовые какие-то такие моменты. Но это мы уже никак не могли ничем помочь и проконтролировать. Это уже там. Ну, каких-то таких бунтов, каких-то сложных моментов не было. И вот опять же, то, что Женю вызывали, до того, как Женя сходил в академию, пару раз вызывали меня. Но там вопрос был именно поведения, в плане того, что они становятся взрослыми, и им хочется общаться с учителями, с преподавателями, да, на равных. И иногда они перегибают палку, да, потому что, ну, еще все-таки подростки. Вот. Вот. Но какого-то криминала жуткого не было. И преподаватель, классный руководитель Матрея, тогда вот как-то она меня вызывала, там, журила за то, что вот он как-то так себя ведет. А на самом деле, на последнем звонке она сказала, что я, говорит, знаю, что мы с ним будем очень большими друзьями. И правда, ну, наверное, так и есть. Мы из, у нас дедушка с Армавира, дедушка с бабушкой, и поскольку я ребенок, летом со мной родители не хотят, не хотели водиться, можно так сказать. Меня отправили к дедушке с бабушкой, как бы воспитание другое, дедушка с бабушкой, ну, и сами, чтобы отдохнуть от меня. Ну, это так все делают, если есть функция такая. А так как брат уже взрослый, он в академии, его не особо отпускали, я ездил чаще всего один, ну, буквально, может быть, два-три года мы с братом ездили вместе, а потом, когда он вырос, он, ну, уже было не очень интересно, по итогу ездил я сам в Армавира, там друзья, соответственно, появились. Ну, и, конечно, что дети делают на улице? Хотя я им в футбол играю, да, там, какая-то, либо площадка есть, либо просто там что-то сложили и симпровизировали поле. Ну, и я тоже играл, футбол я не особо-то люблю, но, как бы, в компании, что делать на улице, играли в футбол. И однажды, помню, брат приехал со мной в Армавир, я не помню, зачем, ну, просто бабушку с дедушкой поведать. И он говорит, малой, чем вы занимаетесь тут? Я говорю, мы в футбол играем иногда. И он говорит, давай с вами пойду, с вами пойду, тоже поиграю, посмотрим, что от этого выйдет. Вот мы по итогу, я друзьям рассказываю, Саша брат есть, не так особо ничего не выдавал с подробностями. Когда увидели, во-первых, он же, типа, огромный, то есть я еще маленький был, он уже был 192. Вот это сам по себе немаленький человек. Все, во-первых, с этого, ну, испугались, попоняли, что что-то здесь неладное. А потом, когда мы их, ну, с очень большим счетом вкатали, ну, чтобы не соврать, там, где-то, ну, 5-25, допустим, такая цифра. Брат ушел, как бы, он там кроссовок еще порвал, помню, споткнулся, порвал кроссовок, расстроился сильно, новые кроссовки были. А они спрашивают, что, в чем, что случилось, говорит, мы играли там 2 на 5, условно. То есть совершенно неравные команды, казалось бы, на первый взгляд. И совершенно неожиданный исход. Вот, и, ну, это прям отпечаталось, что вот именно, могу сказать, что первое в голову пришло, что в футбол все дела. У нас в семье вообще никогда никто не смотрел футбол, даже в те времена, когда, ну, я не знаю, как у Жени, там, в его детстве, даже в моем детстве, когда было 2 канала, если был вариант балет или футбол, выбирали, конечно, балет. Ну, то есть никогда, и мы не смотрели футбол, по-моему, и когда он маленький был. Баскетбол, НБА мы смотрели, а футбола я не помню. Вообще не было. Ну, да, внутренний чемпионат-то вообще никогда не смотрели. Интересно было посмотреть чемпионат мира, конечно, это я помню, что мы смотрели. А так, чтобы следить за футболом, лиги различные, там, как играют, кто где, знали, да, есть Марадона, есть Пилей, вот, в общем-то и все, что мы знали. Ну, на тот момент, когда пришли в школу и набирали в секцию футбола, то есть он, это было поспотано, мы пришли вечером, он сказал, меня записали на футбол. Я сказал, а кто, а что, кто, ну, вот, иногда приходили, наверное, на физкультуру, спросили, там, кто самый быстрый, кто самый высокий, в общем-то и все. Ну, а вот когда он уходил из школы, у нас Александр Иванович Смирнов мне говорил, я все время, у нас был это учитель по физкультуре, по физкультуре, я так переживала, потому что мы теряли хорошего ученика. Мы теряли хорошего ученика, мы теряли математика, он бы прославлял нашу школу. Но Александр Иванович, вот что значит специалист, он говорит, не мешай, пусть идет, не лезь, с него получится хороший человек, хороший футболист. Ну, а потом я приходил в академию уже, когда сдавали некие нормативы, и вот тот человек, который, сейчас не вспомню, как зовут, он был именно, собирал, набирал этот возраст, 99-й, селекционером, да, можно назвать, Виктор, если не помню, как фамилия. И когда мы стояли, смотри, куда он встал, а он встал четко, они там бежали 60 метров или 30 метров, он встал по центру ворот, и он тогда мне говорит, смотри, будет вратарем, 100%. Можно было где угодно встать, то есть, боковая, это лицевая, это, ну, она, сколько там, 50 метров, можно было на угловом встать, где-то еще, а он встал именно в ворота. Поэтому, может быть, и правда, тот был момент такой, знаковый момент, который предотвращал, ну, как только что-то так случилось, что так получилось, что... Ну, на самом деле, он занимался плаванием, прям так активно, хорошо, в 42-й школе, он ходил года три, наверное, да, он пошел еще до школы, по-моему, с садиком его начали водить. Вот, и он три года проплавал, по осени, я помню, он участвовал в соревнованиях, и у него приключился гайморит, довольно сложный, двусторонний, то есть, он полежал в больничке. Вот, ну, и доктора рекомендовали завязать сплавание, во всяком случае, пока. А тренировался он тоже очень хорошо, его тренировала Русанова, Людмила, наша олимпийская чемпионка, и после того, как он уже перестал тренироваться, она звонила разочек, узнать, почему не ходит, потому что он очень хорошо на спине плавал. Там, по-моему, среди грамот даже есть какая-то по поводу плавания, да, вот, и получилось как раз, что он закончил, в зиму он не занимался, и, по-моему, весной как раз, вот, конец третьего класса, это было вот как в наши советские времена, да, то есть, пришли кто-то, пришел, сказал, мальчик, пойдем заниматься футболом. Естественно, что это какой-то футбольный клуб Краснодар, то есть, ну, не было его тогда, да, то есть, там, где сейчас стадион, академия, были поля, да, совхоз плодородный, поворотно-плодородный, я помню, первое время даже таксисты не могли найти это место. Вот, и, ну, как бы закончили с плаванием, и вот это вот начались там и шахматы, и шашки, и танцы, и песни, и, в общем, все на свете. Ну, а тут, хочешь, пришли, позвали на футбол. Ну, пришел домой, правда, как Женя говорит вечером, меня записали. А ты хочешь? Хочу. А на тот момент, вы видите, да, он хотел всего и одновременно, и параллельно. Вот. Ну, и все, и начал заниматься. Сначала это было, по-моему, пару раз в неделю, ну, а со следующего года, по-моему, уже каждый день. Он, вот у нас тогда был конкурс, назывался «Лучший ученик класса», «Лучший ученик года». Вот третье, четвертое место, это было всегда его. Были там те, которые участвовали более активно, но он, видно, в силу загруженности своей, вот именно футбольной, он не успевал во всех конкурсах. Вот. Вот. И листовки рисовали, и поздравляли Краснодар с освобождением от немецко-фашистских захватчиков, и расклеивали эти листовки. И участвовал в работе школьного музея авиации и космонавтики. Вот. Он всегда ходил вот такие вот, мы называем их, патриоты. Они ходили, рассказывали по классам о Гагарине, о Королеве. Вот. Он всегда среди них был обязательно, вот у него все это получалось. А перед Академией, кстати, сложно было довольно отправить ребёнка, который хорошо учится, у которого голова работает здорово, отправить в Академию. Плюс я понимаю людей, которые отправляют детей далеко, потому что рядом ничего нет, да. А здесь, с одной стороны, просто то, что он рядом, а с другой стороны, сложно, потому что вот они мы рядом, почему же он живёт там, да. То есть, ну, как бы, 12-13-летнего ребёнка отправить жить куда-то, это довольно сложно. И летом, получается, перед седьмым классом, когда уже было понятно, что нужно будет переходить в школу-интернат, ну, дабы проверить его стойкость и силу его желания, я ему дала задание на лето. Значит, это был английский, то, что я могла проверить 100%. И, значит, я им дала определённый объём задания, которые я понимаю, что выполнить сложно по объёму именно. И мало того, что сложно, это лето, это ребёнок, да, который хочет бегать, прыгать, отдыхать и веселиться. Вот. Ну и, в общем, он выполнил его. Реально он выполнил то, что я просила. И, ну, наверное, это было тоже каким-то показателем того, насколько его желание быть там сильно. Вот поэтому, как бы, хотел, доказал, получил. Наверное, класс со второго, мне было лет 8, в Академию ехал. И фактически вот это всё время, после 8 лет, я его не видел каждый день дома, как обычно старший брат. Типа он приезжал, конечно, мы виделись, гуляли иногда. Но так вот постоянного общения не было, но, как бы, это всё равно, как бы, это не помешало тому, что он на меня сильное впечатление производил, как бы. То, что впечатление влияло на меня. Типа мы с ним общались, но при этом я, как бы, хотел на него равняться. Я со временем это осознал. Типа даже такая тема есть, когда мы с ним гуляем сейчас. Я обычно дома разговариваю с мамой, типа, когда привыкли к моей манере общения. Я говорю, а с братом приезжаем, а он, говорит, на брата стал похож, говорит, опылился. И, типа, каждый раз такое, я много всего, скорее всего, хватаю от Матвея. Так что, брат, ну, очень хороший. Понять того, что для ребёнка лучше, вообще сложно. То есть, я как тренер по баскетболу тоже иногда встаю в дилемме, что приходят дети, и я вижу, что иногда, что они не талантливы в этом. Но приходится как-то промолчать иногда. Может быть, это нехорошо. Иногда я говорю честно. Такого, то есть, что вы подумайте, потому что, ну, для ребёнка баскетбол, это не то, что вы хотите это, но получить это очень сложно. По тем или иным причинам. Потому что нет таланта, нет каких-то данных или ещё что-то. То есть, обычно так и бывает. Если вернуться назад и сказать, что Матвей, получилось бы у неё и не получилось, я не могу сказать. В любом спорте нужно быть чем-то отличаться от обычных людей, от детей. Если ты ничем не отличаешься, это вот самое простое объяснение, то тогда ничего сверхъестественного не получится. Нужно чем-то выделяться. То есть, нужно быстрее бегать, быстрее прыгать, быстрее думать, быть точнее. То есть, должно быть какая-то от Бога что-то такое. Допустим, в баскетболе это чувство мяча. Но хотя это и в футболе есть, потому что один может класть каждый раз со штрафного в девятку, а другой не может это сделать. То же самое и в баскетболе. Нужно ощущение мяча, когда ты бросаешь, а он всё время летит туда. Вот из этого всего нужно понять, получится из этого ребёнка что-то или не получится. На тот момент Матвей, хотя я каждый раз спрашивал, тебя не выгнали? Он говорит, нет, не выгнали. Ну ладно, давай дальше будем ждать. Тебя выгнали? Нет, не выгнали. Ну так как бы дошло до того момента, когда его впервые вызвали в сборную по своему возрасту. Тогда уже мы начали понимать, что у него что-то начало получаться. Тогда что-то у него начало получаться и то, что он там занимается, это не пустое времяпровождение. Это один из тех моментов, когда мы поняли, что хотя он уже учился там, а мы думали продолжать или забирать документы. Ну опять же, очень важно желание самого ребёнка, да, потому что Стёпа так же, как и Матвей, ходил на плавание, так же пытались мы его водить на футбол, кстати, возили в Манеж на Академии. Женя его водил на баскетбол, то есть пытались в этом направлении тоже как-то развивать. Но у ребёнка нет желания, то есть он другой, ему это не нужно. Он хорошо бегает, но рядом с мячом. Он хорошо бегает, но он не вступает в противодействие, он не забирает, ему это не нужно. То есть у него совершенно другой склад ума, склад характера. И если ребёнок не хочет, нужно что угодно делать. Нужно не мешать ребёнку развиваться. То есть если у него есть большое желание, то есть не нужно как бы ставить палки, да, он должен попробовать и ощутить, чтобы не было потом претензий к этим же родителям, да, своим родителям, что вот вы мне там не дали, не дали попробовать, не разрешили и так далее. То есть он должен понять и ощутить, что да, у меня не получилось, и тогда спокойно заканчивается с каким-то там, ну, какими-то делами. Это вот касается всего, это вот просто я, ну, ощутил это, занимаясь тренерством в баскетболе. То есть когда приходят ко мне родители, там, и просят, чтобы я сделал просмотр, я никогда не оказываю, не отказываю никому, зная о том, что, чтобы эти, ну, дети попробовали и посмотрели на себя со стороны, поощутили, ну, то, что, с кем они тренируются. То есть осознать, получится у них это или не получится. То есть, ну, вот это самое первое, наверное, что не надо мешать в каких-то желаниях, то есть где-то помогать, вот. Ну, а также, конечно, самое главное, что развивать, ну, как получилось с Матвеем, мы с нашими, развивать их кругозор, то есть не только направлять на какой-то вектор, какой-то определенный, но там, допустим, учеба очень важна. Я вот всем своим воспитанникам говорю, учеба это важна, потому что спорт это не вечно, поэтому у кого, у всех по-разному он, временные сроки, они заняты, то есть у кого-то травма, не дай бог, у кого-то там какие-то проблемы, сложности, то есть потому что жизнь, она длинная, не могу сказать, потому что уже спортивная жизнь не очень длинная, поэтому нужно как бы быть готовым к всем жизненным ситуациям, которые могут произойти параллельно этому спорту, там, этому делу, который ты, тем делом, которым ты, как бы, работаешь, учишься. Ну, и самим родителям непросто, потому что мы переживаем, как бы, утрированно победы детей, да, и также трагично переживаем их какие-то спады, да, плюс когда, ну, если уже о нынешнем времени говорить, да, когда ребенок становится публичным, нужно быть готовым к тому, что за его хорошую игру его вознесут до небес, да, а в случае неудачи его просто закопают и смешают, да, то есть это тяжело, потому что, к сожалению, никто не думает о родителях, да, когда пишут комментарии, посты и выдергивают какие-то фразы, вот, а нам это все, как бы, тоже непросто дается, да, то есть тоже все нужно пережить, потому что это не просто спортсмен, это не вратарь сборной Матвей Сафонов, да, это наш ребенок, тот вот обычный мальчишка Матвей, поэтому тут немножко все по-другому для родителей воспринимается, но к этому тоже можно адаптироваться, вот, поэтому ничего страшного, пугаться, главное, ничего не нужно, и потом у ребенка жизнь только начинается, если он поймет, что что-то пошло не так, да, что он передумал, не хочет, у него еще, ой-ой-ой, сколько времени впереди, чтобы найти себя, поэтому правильно Женя говорит, просто дать возможность ребенку развиваться во всех направлениях, в итоге он попробует, выберет, когда выберет, неважно, нравится, не нравится, да, для меня, допустим, когда мы с Женей познакомились, была дикость, что спортсмен – это профессия, мой папа спрашивал, говорит, ну хорошо, он спортом занимается, а работает-то он кем, вот, то есть, ну, насколько бы это ни было непонятно для нас, да, если ребенок находит в этом себя и чувствует себя там счастливым и хочет идти на работу, идет туда с удовольствием, значит, это его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!